Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как же нам быть востребованными Android разработчиками. Как нам получать самые интересные заказы и вообще в принципе быть успешными в плане Android разработки. Как нам сделать так, чтобы нам доверяли разработку мобильных приложений. Как сделать так, чтобы вы получали, вы всегда были востребованными и получали, и у вас всегда были заказы и как следствие вы получали постоянную прибыль. Кроме того, я вам расскажу о том, как не только получать заказы, но также как быть настолько востребованным, чтобы вас приглашали на работу, на проект. То есть, это видео будет интересно и тем, кто хочет трудоустроиться и работать в офисе, и особенно это видео также будет интересно тем, кто хочет самостоятельно зарабатывать на Android разработке. Устраивайтесь поудобнее, все очень просто, но тем не менее я вам расскажу все как есть. Мы приступаем. Если вы хотите стать Android разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, самое главное. Для того, чтобы быть востребованным Android разработчиком, вы должны иметь релевантный опыт. Это самое главное. Что это значит? Например, необходимо разработать мобильное приложение по аренде самокатов. Нужно, чтобы вы имели опыт разработки такого мобильного приложения, например, по аренде машин. Либо нужно сделать, чтобы... Нужно, например, разработать мобильное приложение для интернет-магазина. Нужно показать ваш проект, который вы делали, какому-то интернет-магазину. Либо, допустим, необходимо мобильное приложение для сферы услуг, для салона красоты. Вы должны показать. Вы откликаетесь, да, на эту работу. Говорите, я делал вот так вот. Вот такое-то мобильное приложение для такого салона красоты. Там мы, например, реализовали функционал отслеживания заказов по каждому мастеру. Мы отслеживали, сколько каждый мастер приносил денег в бизнес. И какие там мы делали функционал отслеживания. Какие услуги пользовались самой большой популярностью. Перед какими праздниками, какими услугами больше пользовались. То есть, по факту вы показываете, во-первых, опыт. Заказчик или потенциальный менеджер или HR, который хочет вас нанять на проект, он будет видеть, что у вас есть подобный опыт разработки. И помимо того, что у вас есть подобный успешный опыт разработки подобного проекта, вы еще предлагаете какие-то новые штуки, которые не планировались на этом проекте. То есть, вы должны показать релевантный опыт. Где его взять? Все очень просто. Фактически у вас нет такого опыта, вы должны его придумать. То есть, вы должны разработать свой пейт-проект, типа как стартап, но при этом не говорить, что это ваш рабочий проект. Какие проекты нужно разрабатывать? Вы зайдите на любой сайт фриланса, тот же фриланс.ру, и посмотрите, какие приложения чаще всего просят разработать. Это приложение для интернет-магазина, для сферы услуг, в том числе салона красоты, и что-то связанное с картами, типа аренда, не аренда, возможно, какое-то расширение для YouTube, что-то вот такое вот с медиа связанное. То есть, во-первых, для того, чтобы... Опять же, мы сегодня говорим, как быть востребованными Android-разработчиками. Если вы это не сделаете, это не значит, что вы не найдете себе работу, или не найдете какой-то себе заказ на заказную разработку. Мы сегодня говорим о том, как сделать так, чтобы таких заказов было у вас много, и чтобы на вас сыпались различные предложения о работе. То есть, мы говорим о том, как вам быть успешным, а не так, как просто хоть куда-нибудь трудоустроиться. Нет, хоть куда-нибудь трудоустроиться, или хоть взять какой-то заказ, вам достаточно будет, если вы скажете, или это я хочу взять заказ, или хочу к вам на работу, и покажете, что вы владеете всеми технологиями, которые необходимы Android-разработчику. Опять же, на канале есть видео, которое называется Roadmap Android-разработчика. Сможете посмотреть, какими навыками должен владеть Android-разработчик. Также, естественно, что раз у вас есть релевантный опыт, что еще выделяет вас, как востребованного Android-разработчика? Знание актуальных технологий. Не тех технологий, на которых разрабатывали еще 5 лет назад, или 2, или 3 года назад, о современных технологиях. То есть, язык программирования не Java, а Kotlin. Да, и работаем с базой данных SQLite через Room. Используем Caroutine. Используем архитектурные паттерны MVVM. Используем RecyclerView. Делаем хороший дизайн, используя библиотеку Material Design. То есть, владение современными технологиями, а не доисторическими. Потому что ей все чаще приходят ученики, которые несколько лет изучали эти все доисторические технологии, которые не нужны сейчас. Нужно показать, что вы знаете только актуальные технологии, интересуетесь сферой. Но это, кстати, больше говоря, больше относится именно к трудоустройству. Интересуетесь сферой и все время развиваетесь. Это очень важно показать. Кроме того, вы должны показать крутой дизайн в ваших мобильных приложениях. То есть, делать что-то интересное, что-то с анимацией, не прямоугольные формы. То есть, вы также должны зацепить своих уже разработанных проектов интересным дизайном. Это также очень сильно увеличит вероятность о том, что потенциальный заказчик остановит выбор на вас. Или ваш потенциальный работодатель выберет вас. То есть, крутой дизайн. Это основное, что касается навыков. Навыков, да, чтобы вы были востребованным андроид-разработчиком. Но есть еще одна позиция, которая вас сделает востребованным андроид-разработчиком. Вы должны прокачаться в маркетинге и в пиаре. То есть, вы должны научиться предоставлять и продавать себя. У вас должны быть классные прокаченные соцсети. Обязательно LinkedIn. Просто это must-have. Вы должны быть там. Весь опыт должен быть записан. Потому что в большинстве случаев трудоустройство идет именно через эту соцсеть. А не через такие, как CatHunter. То есть, я до сих пор... Вот у меня есть аккаунт на LinkedIn. Я уже давно не ищу никакой работы. Потому что работаю на заказных проектах. Но мне до сих пор все время сыпятся предложения о работе, о работе, о работе. Но я не пиарю свой аккаунт и ничего с ним не делаю. Поэтому очень важно, чтобы вы взяли и прокачали все свои соцсети. Рассказывали о своем опыте. Какой вы крутой разработчик. Не стесняйтесь хвастаться. Потому что это увеличит ваши шансы взять заказ. И куда-то трудоустроиться на более выгодные позиции. То есть, это пиар. Итак, это 4 реально показателя, которые помогут вам стать востребованным популярным Android разработчиком. Это релевантный опыт, который требуется на часто встречающихся проектах. Это знание только актуальных технологий. Это крутой дизайн в ваших разработанных мобильных приложениях. То есть, в ваших проектах. И нескромный пиар. То есть, пиарьте себя по полной программе. Если вы это все сделаете, вы станете крутым и востребованным Android разработчиком. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабул. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.